Здравствуйте! В эфире программа «О чём говорят? О чём говорят?» Известный писатель Татьяна Веденская, автор увлекательных романов, которые за поем читают тысяч поклонников в России и за рубежом, и по книгам которой снимаются художественные фильмы, приехала в губернию с презентацией своего нового романа. Так как послушать и пообщаться с Татьяной Евгеньевой желающих было множество, и не все смогли попасть на встречи, которые прошли в Самаре и в Тольятти, а писатель Татьяна Веденская стала персоной, о которой говорят, мы и позвали её в программу. Здравствуйте, Татьяна! Вот о чём говорят? О новом романе «Загадай желание». И желание загадывают. И желание сразу же загадывают. И у вас есть такая возможность. Я обязательно ею воспользуюсь. Вот я посмотрел эти замечательные, красивые книжки, вы принесли с собой. Вот о романе, наверное, чтобы интригу поддержать, поговорим попозже. А давайте немножко о вас. Вот я просто зачитаю, что пишут критики. Вы автор лучших романов об отношениях между мужчиной и женщиной. Хорошие критики. Греет, да. А вообще часто ругают или чаще хвалят? Вообще чаще хвалят. Хотя я, безусловно, всегда готова к конструктивной критике. Но, как говорится, нет славы без появления злословия, честно говоря. То есть по её появлению можно сказать, что да, действительно, ты стал популярным. Всеобщим любимцем. Потому что тогда возникают какие-то люди, которые просто, стараясь тебя каким-то образом задеть эмоционально, могут что-то сказать нехорошее. Но таких очень мало. Я говорю, да не читал я твою книгу и всё. Вот это, кстати, интересно. Когда я выступала на радиостанции Дэвидсон в Нью-Йорке, ко мне с вопросом обратилась одна женщина. И вот она позвонила в студии. Мы сидим, ждём её вопрос. И она задаёт этот вопрос. Татьяна, вот я ваших книг не читала и не буду. И зачем вообще вы их пишете? И повесила трубку. Я сижу и думаю, ну как можно реагировать на такой вопрос? Давайте поговорим, когда почитаете. Если не читали и не будете, ну удачи вам в жизни. Она просто захотела тоже стать знаменитой. Зато её все радиостанции Дэвидсон, конечно. Вот и всё. Так что с юмором. Но таких мало. Вы знаете, я слышал одно высказывание от вашей читательницы. Просто начал когда разговаривать. Говорю, понимаете, ко мне Веденская придёт. Она очень громко мне сказала, да она триллеры пишет, любовные триллеры. Слушайте, это точно. Такое бывает со мной. Вот так вот, да? Это супер. Этот человек читал мои книги. Читал, да. Но не все мои книги любовные триллеры, но бывают. Мне интересно экспериментировать и сочетать остросюжетность с психологизмом. И иногда в результате появляются такие книги, как «Содержанка» или как «Пепельный блондин», которые действительно помимо серьёзных отношений, которые вот через весь роман проходят, имеют остросюжетную линию, которая заставляет читать книги, вот не отрываясь как раз. Не отрываясь, да, да. Пока не расцветёт уже, да? Да, вот эта история регулярно с моими читателями случается. Хорошо. Но правильнее говорить психологический роман? Мне кажется, там психологизма много. Я не знаю, как это сочетать, какие пропорции, но, безусловно, меня часто спрашивают, есть ли у меня психологическое образование, его нет, это всё какое-то природное. А на скидку сразу, а какое у вас образование? Юридическое. Потому что я так много про вас слышал, начиная от песен где-то там в переходах. В переходах, да. Нет, образование не юридическое, а опыт широчайший. 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 Ну, натура творческая, понятно. А вот вопрос такой, не знаю, понравится он вам или нет, но всё-таки задам. У меня любые вопросы, которые мне не нравятся. Серьёзно. Вот вы любите, когда вас сравнивают с другими авторами? Я не знаю, ну, например, там Сустинова из Гармаш-Рофа. Мне кажется, во-первых, между нами нет ничего общего. Во-вторых, конечно, такие сравнения проводить, ну, это как сравнивать... Пушкина с Лермонтовым. Не знаю, да, математику с философией, понимаете. Можно, наверное, как-то, но крайне сложно. А вы между собой вообще как-то общаетесь? Потому что, в принципе, на самом деле, хотя у нас в последнее время и появилось огромное количество женщин-писательниц, вот так, не обижайтесь. И, тем не менее, выделяются... А, кстати, интересно, почему я должна на это обидеться? Ну, некоторые неадекватно реагируют. Я обижалась, когда женщин настолько задвигали в чулан домашнего очага, что они не были в состоянии прорваться и собственные творческие способности проявить. Сейчас, когда у женщины есть возможность показать собственный потенциал наравне с мужчиной, почему я должна на это обижаться? Слава богу, наконец-то! Вот женщин-писательниц, я просто продолжу, о которых говорят действительно, их не так много на самом деле. Вот. Поэтому интересно, как-то вы между собой... Круг такой... Писатели-индивидуалисты. Мы, конечно, можем встретиться на каком-нибудь фуршете, но такого, чтобы мы в какие-то тандемы организовывались, нет. Некая ревность присутствует, или соревновательный такой дух. Мне кажется, как и у художников, да. Можно ли заставить художников рисовать вдвоём одну картину? Очень сложно. Здесь, в общем, примерно тожистый. Ну, иногда объединяются творческие личности для написания. Ведь есть случаи, когда... Ну, фантастики в основном это чаще всего встречаются, когда вдвоём раз объединились и написали какое-то произведение. Не знаю, насколько это долговечен союз. Мне кажется, гораздо чаще объединяются для мозговых штурмов, для рождения идей и так далее. Это всё бывает. А вот как писать, я не представляю. То есть я пишу одну главу-то другую, но они будут различаться кардинально по стилю. Вот вы потомственная дворянка. Во всяком случае, я где-то увидел, что ваш дедушка, вернее, прадедушка Сергей Васильевич Баскаков, был дворянин. Да, известная личность. Я не знаю, насколько это меня делает потомственной дворянкой. Меня делает его правочкой. Это определённо. Гема какие-то играет. Утончённость души, обострённое восприятие мира. Наверное. Наверное, есть что-то. Не знаю, потому что... Или склонность... Он был музыкантом, мама моя художник, брат мой журналист, я писатель. Наверное, что-то в этом есть. Что-то в этом есть. А склонность к авантюрам, путешествиям, приключениям от прабабушки, наверное, тогда. А вот это, да, от моей прабабушки-цыганки. Склонность всё время куда-то в путь собираться. Мне муж всё время говорит, да, что цыганского-то в тебе явно больше. Я просто вот с удивлением, на самом деле, когда начал знакомиться, думаю, кто же у нас такая, веденская. И вот пела под гитару в переходах, продавала страховки, работала бюджетчицей и риэлтором. Я вас видела в переходе девочку под гитару, которая пела около звезды. Ой, я испытала такой приступ ностальгии, потому что, да, вот когда мне было там 15-16 лет, ровно так же в московских переходах я стояла и пела. Ну, буфетщицей я работала, это вообще очень смешная история. Я зашла, мне было 16 лет, я зашла в театр Станиславского, я очень хотела попасть на спектакль «Лысый брюнет», где Пётр Мамонов главную роль играл. Денег у меня, в общем-то, было очень мало, билетов не было. А когда я выходила, я заметила на другой двери, вот касса, а там через такое расстояние была другая дверь. Там было требуется буфетчицей, это мы, собственно... А почему бы нет, да? Какая разница, я на спектакль определённо попаду. И к моему огромному изумлению меня взяли действительно попробовать в Штаты, я там год, ну, театральный год проработала, спектакль этот посмотрела миллион раз, как и все другие, пообщалась с актёрами, посидела в гримёрках, это было замечательно. Школа жизненная определённая тоже, наверное, что-то отложилось. Вообще я люблю эксперименты. Вот так вот. Когда можно вот в какой-нибудь из них погрузиться, я обязательно туда нырну с головой, меня ничего не испугает. Вот фильм сняли, вот «Не торопи любовь» по брачному, значит, марафону, в 2008, по-моему, году вышел. Замечательные совершенно актёры тогда там сыграли. Да, это правда. Насколько я помню, вы не писали сценарий. Я нет, я только книжку написала. А сейчас бы взялись? Но, по сути, мне кажется, сейчас я действительно много работаю над сценариями, я бы с удовольствием писала сама, и я думаю, что этим всё равно и кончится дело. Но, в принципе, Максим Поперник настолько близко к тексту поставил, что у меня не было никаких претензий. То есть он взял куски книг и практически перенёс их на экран. У меня была одна часть американской истории, насколько я... По объективным причинам это было очень сложно снимать. Практически. Сразу проект другого был бы урожен. Но тебе фильм понравился, я так понял. Фильм был очень милый, добрый. Сейчас в проекте, насколько я знаю, ещё разговор идёт о трёх экранизациях. Так, если громко это слово употребить. Этот разговор идёт долго. Да, выкуплены права на ещё три книги, но, к сожалению, компания, которых выкупила, она разорилась. И на сегодняшний день этот вопрос встал мёртвой какой-то точкой. Зато совершенно буквально неделю назад у меня выкупили права на книгу «Не в парнях счастья». Я думаю, что уже летом будут снимать. Потому что они как-то прям раз пришли... По-деловому. Да, увидели и купили. И победили. Вот ваш первый роман, я не помню, но где-то промелькнул. Это такое пособие для доверчивых граждан, как не попасться на удочку мошенников-риэлторов. У меня есть две книжки такого плана. Первая – это «Основа женского шарма». Безусловно, она пропитана, вот как губка, боб, квадратные штаны, моим опытом риэлторским. И огромное количество мошенничеств, которые я видела, которые... Я была свидетелем, возмущена была, страшно. Я туда поместила. Но есть ещё более практичная книжка. Она называется «Квартирный вопрос. Байки чёрного маклера». И там уже она разделена прям по главам на какие-то операции, на какие-то вопросы юридического характера. И, с одной стороны, это смешное воспоминание о моих риэлторских днях. С другой стороны, там действительно много-много полезных советов. Её можно почитать для удовольствия. Крик души, как я слышал отзывы, да? А где-то я даже прочитал, вы говорили, что... У меня было два пути. Либо пойти в прокуратуру, да? Написать письмо, либо написать книгу. Да, именно так. Но поскольку люди, которые создали агентство, которое меня тогда возмутило, они были из организации, стоящие выше прокуратуры, то идти в прокуратуру мне, в общем, не захотелось. Я понимала, что это может просто быть опасно для меня лично. Разоблачить другим путём. Да, я подумала, что разблачу другим путём, но, к сожалению, разблачение не удалось. Но зато появилась писательница. Но зато появилась, да. Поразительным образом эта книжка, при всём том, что действительно она ещё очень наивная, и авторский стиль там вообще никакой. И писать я не умела толком. Её взяли и опубликовали. И она до сих пор пользуется любовью читателей. И пошло. Уже сколько? 15 романов, по-моему. Уже 30. 30 романов? У меня старые сведения. Да. Замечательно. Вот новый роман «Загадай желание». Последний. Последний, да, в двух словах. Свежий. Это моя попытка написать историю четырёх подруг, которые делают неправильный выбор. Знаете, много книг, особенно в начале, мною и моими коллегами ещё много книг написано о том, как надо жить. Все любят давать советы. И как раз где-то вот несколько лет назад, там, наверное, лет пять назад, я вдруг пришла к глубокому внутреннему убеждению, что я понятия не имею, как людям надо жить. И вообще это очень сложный вопрос. И единственное, что я могу, это, ну, не знаю, поразмышлять на эту тему, да, подумать, понаблюдать за жизнью других людей. И вот здесь как раз история четырёх подруг, которые, зная, как надо поступить, зная, что будет лучше, и зная, что если они сделают не так, будет хуже, всё равно делают именно то, что им велит сердце и обжигаются и страдают от собственного выбора. И при этом живут вот этой полной жизнью, наполненной эмоциями и как бы попытками найти счастье. Где-то в «Трёх мушкетёрах», по-моему, была такая мысль, когда Атос говорит, что, вы знаете, спрашивают, как поступить и советы для того, чтобы, если что-то не получилось, было кого обвинить. Так что что-то в этом, наверное, и есть. Такая глубокая действительно философия. Я вообще не верю в то, что можно дать кому-то совет. То есть человек может родить внутри себя решение. А если кто-то думает, что он знает, как кому-то жить лучше надо и что нужно делать, ему вообще самое первейшее дело обратиться к себе и посмотреть, чего он со своей жизнью делает. Потому что очень часто выясняется, что в собственной жизни всё там. Но интрига в романе есть. Интрига есть всегда, конечно. Мы говорим триллер, любовный триллер. Нет, это дальше от триллера, чем вот «Пепельный блондин». Они немножко бывают нежнее, бывают острее, знаете, как разная кухня. Здесь больше нежности. Здесь больше нежности, здесь больше иронии. А последний вопрос. Мне подсказывают, времени практически не осталось. Мы начали с вами говорить женский роман, женская писательница. Вы сами для себя как определяете? Я понимаю, что на самом деле это всё миф. Женские романы мужчины читают. Может быть, чуть-чуть меньше, чем женщины, но я чётко знаю, что есть определённое количество женщин-писательниц, романы которых мужчины глотают с удовольствием, хотя, может быть, не всегда в этом признаются. Да, мои романы с удовольствием читают мужчины, если они им попадают в руки, особенно часто они попадают им в руки от жён или подруг. И после этого они меня с удовольствием продолжают читать. Вы для себя не делитесь, что я подруги пишу для вас. Но вовсе я пишу для женщин больше. Всё-таки есть такое. У меня это чисто моё. Я размышляю о том, как быть счастливыми на женщине. Мы будем считать вот этот вот такой подарок к 8 марта. К 8 марта, да. А вообще, не знаю, открою истину или нет, есть такая достаточно грустная статистика, что мужчины вообще меньше читают. Меньше художественные риторицы. Я всегда считал, что наоборот. Нет, сейчас больше читают женщины. Мужчины больше читают новостей на айпэдах. Информационные потоки ловят, курсы доллара отслеживают. Да, мужчины читают фантастику, историческую литературу и псевдоисторическую литературу, но в общих цифрах женщины сегодня читают больше. Вот так вот. Тут удары. Это перед 8 марта. Так что мы, женщины, да, рулим. Хорошо. Спасибо вам большое. Замечательная беседа. К сожалению, время подошло к концу. Спасибо, что пригласили. Я напоминаю, в программе «О чем говорят» была замечательная писательница Татьяна Веденская. Спасибо вам большое. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова